Наступил момент, когда ты уехал в Германию, уже будучи каким-никаким артистом здесь, уже было какое-никакое имя, и вдруг ты все бросил, поехал в Германию. Почему? Нестабильность какая-то была? Ну, и получилось так, имени еще толком не было. Была абсолютная нестабильность, практически не было концертов, ничего не было. В магазинах в тот момент времени стоял уксус, томатный сок и еще что-то. Все занимались мелким барыжничеством, то есть бизнес, ничего не было не сформировано. И в этот момент времени мои друзья, случайно оставшиеся в Германии, меня просто пригласили в гости, и я приехал без всяких... То есть у меня цель была простая, увидеть западную страну. До этого я был только в странах СССР. И умереть. Да, я увидел страну, я умер от колбасы, которая там была в любом количестве, как любой совок. Вот, мне стало плохо, и под давлением друзей, хотя я, конечно, в глубине души понимал, что у нас все поменяется к лучшему. Будет, потому что все-таки какой-никакой, какой неуродливый, но капитализм и свобода есть, оно автоматически даст рост. Но друзья давили, да что ты теряешь? Ничего, давай, это Европа, весь мир у твоих ног. Молодые все, да? Да, были молодые все, и мы остались, и я сразу понял, в принципе, что это не моя тема до конца. Сразу. То есть через две недели, после того, когда я привык к йогуртам и колбасе, вот, и хорошим дорогам, я понял, что в любом случае эта тема не моя. И в любом случае я вернусь, но я не знал, что это будет так быстро. Когда Михаил Шуфутинский только приехал в Советский Союз, я помню, это был 90-й год, я брал у него интервью, это было первое его интервью в Советском Союзе, он мне рассказал, как он приехал в конце 70-х в Америку, эмигрировал, пришел в первый же день на Брайтон-Бич в ресторан, там собрались наши знаменитые эмигранты, Нина Бродская, Исичкин и так далее, и сказали ему хором, Миша, поздравляем, вы попали в полное говно. У тебя не было такого ощущения, что ты попал туда же? Ой, у меня было впечатление ужасное, я попал не просто в полное говно, я попал в лагерь, то есть я же оставался там как беженец, и меня привезли. Если бы я знал, через что мне нужно будет пройти, я бы в жизни, у меня не было никаких проблем. Лагерь хоть не концентрационный? Это почти был, это почти концентрационный лагерь, то есть у меня невеста осталась на Украине, моя супруга Анжела, у меня там назначен срок свадьбы, и тут меня привозят в место, где ходят эмигранты, двухъярусные военные кровати, в 9 в завтрак, в 2 часа обед, в 7 часов ужин шляфан, шаг вправо, шаг влево расстрел, то есть никаких документов, документы у тебя забрали моментально, дали 200 марок на все про все, и я в этом состоянии, то есть, а контингент был тоже лагерь, звонить некуда, да, звонили мы следующим образом, наши умельцы исхитрились, что делать, брали марку металлическую, волос человеческий, цепляли к марке на скотч, и опускали этот в автомат, тогда еще были не карточные, а такие автоматы, держали этот волос, и мы звонили, мы минус немецкому правительству сделали тогда, я не знаю, дай бог, чтобы никто не слышал, вот, мы звонили, так, я мог по 2 часа стоять и разговаривать с домом, говорю, тут хорошо, так, причем ни о чем, а как у вас погода, медленно, говорю я, они говорят, откуда у тебя деньги на эти разговоры, я говорю, мы тут неплохо стоим, говорю я, то есть, у нас там было, конечно, на самом деле очень грустно, то есть, у меня были моменты, когда я ночью тихо вставал, часа 3 ночи, чтобы никто не видел, уходил в садик такой и плакал, вот, мужской, скупой слезу, возвращался назад, утром просыпался и все было нормально, то есть, потому что движения никакого не было, ни влево, сколько это длилось? Это длилось несколько месяцев, 4 месяца, по-моему, если я не ошибаюсь.